За несколько недель проекта в нем приняли участие порядка 50 руководителей и сотрудников городских организаций, политиков, общественных деятелей. На руках у них ласкались, сурчали, красиво выгибали спины и забавно шевелили ушами кошки и собаки разного возраста, окраса и пород. Корреспонденты нашего канала Константина Перевозчикова волонтеры уговорили на три съемки. Два огромных пса и импозантный кот по очереди позировали с ним перед камерой. Эмоции массы, они только положительные. Когда я сюда ехал, я очень боялся, потому что, ну все равно, животное, которое долгое время жило на улице, оно немного отвыкло от человека, может относиться настороженно. Но первые несколько минут общения с животными доказали обратное. Они скучают по общению и заботе и рады каждой возможности выйти из клетки и приласкаться к человеку. Первый пёс, с которым мне добилось фотографироваться, это огромная охотничья собака. Я очень её боялся, но оказалось, что он милый, добрый и, самое главное, спокойный. И людям непросто позировать перед камерой. Что уж говорить про животных, которые воспринимали фотосессию как игру. Молодая хаски совсем не хотела спокойно сидеть и лежать и норовила напроказничать. Будущим хозяевам этой энергичной собаки пригодится совет генерального директора канала 16. Это очень сложная порода, и с ней нужно уметь обращаться, нужно иметь много энергии, потому что она сама очень энергичная. Её нужно постоянно выгуливать, постоянно давать ей нагрузку. Ну и также понимать, что это стайная собака, это издовая собака. И человек в первую очередь должен быть вожаком здесь. После шалуни хаски Петру Смирнову вручили пушистого котёнка. Ну с кошками всё проще. Был прекрасный, милый, пушистый котёнок, и я надеюсь, что он найдёт новую семью после этой фотосессии. На проекте «Зато верный друг» работали профессиональные фотографы, которые на добровольных началах снимали и редактировали фотографии, чтобы животные на них предстали во всей красе. Через несколько недель обработанные снимки выставят в социальных сетях. В планах сделать календарь на 2020 год. Елена Грецкого, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. СОРОВ-24.